И ты, и я, мы с тобой оба знаем, что у него никогда не хватило бы духа нажать на эту кнопку. Понятно, что он лжет, но он это утверждает, Иудов. Что теперь с этим делать? Топ-донатер, какой же ты лицемер, Тумсо, живешь в стране, погрязшей в разврате и грехе, среди геев и лесбиянок, которые могут официально в церкви оформить брак. А дагестанец-полицейский у тебя предатель и лицемер. Я тут хочу высказать респект Иудову за очень мощную речь. Он, оказывается, неплохо так прошелся по Рамзану Кадырову, по своему падишаху. И я даже немного поменял свое мнение о Иудове. Давайте для начала посмотрим этот ролик. Продолжение следует... Ну, если кто не понял, в начале про уважение к Иудову это был сарказм, конечно же. На самом деле, в этом видео Иудов говорит о Докке Умарове. И это видео сделано еще в 2009 году, в той знаменитой передаче «Точки опоры». И это в этом своем выступлении Иудов характеризует Докка Умарову как труса за то, что Докка, на одном из последних, он говорит, видео, которое попало в руки к кадыровцам, он, говорит, сидел с двухкилограммовым поясом шахида, так называемым. То есть, со взрывчаткой на своем поясе. И Иудов говорит, что это очень недостойно, что это признак его трусости. Что якобы он носит этот пояс, чтобы не попасться в руки в плен, не попасться живым. Потому что, если он попадется живым, то он боится вопросов, которые ему будут задавать, его спросят, ты почему занимался вот этой деятельностью, и у него не будет ответа на этот вопрос. И он боится, говорит, этого вопроса, поэтому он намерен себя убить. И далее, продолжая эту свою мысль, он говорит, здесь вот сидят у нас богословы, где, он говорит, в исламе сказано, что человек может себя убить, подорвать себя, чтобы не попасть в руки. Наоборот, ведь, говорит, ислам порицает это и говорит, что если человек совершит самоубийство, то он попадет в ад. Но тут получилась такая неприятная ситуация для Иудова. Сам Кадыров, чуть позже после этой записи, начинает рассказывать нам, я уверен, что абсолютной небылице неправду, но тем не менее он сам утверждает, что он, оказывается, тоже носил подобные пояса. И он это неоднократно рассказывает. И вот как раз в этом видео приведены два случая, где он говорит, что с миной на поясе, он, значит, поехал там куда-то и говорит, что это, мол, тогда мы его относили, это было время, когда мы ходили, говорит, с минами, чтобы внимание, чтобы не попасться живым в руки, не попасться в плен живым. И именно то, за что порицает Иудов Умарова и называет его трусом и говорит о недопустимости по исламу от подобного рода ухода из жизни. То есть убить себя, чтобы не убасть в руки, он говорит, это недопустимо. Но твой же падишах, Иудов, оказывается, ну, он так сам утверждает, носил пояс. Хотя и ты, и я, мы с тобой оба прекрасно знаем, что он никогда его не носил. Что у него никогда в жизни не было такой подобной ситуации, когда ему пришлось бы нажимать на кнопку этого пояса. И ты, и я, мы с тобой оба знаем, что у него никогда не хватило бы духа нажать на эту кнопку. Понятно, что он лжет, но он это утверждает, Иудов. Что теперь с этим делать? Как ты будешь выруливать из сложившейся ситуации? Ты оказался в очень тяжелом положении. Давай, ответь нам как-нибудь на эту дилемму. Своим сторонникам это объясни. Ведь есть люди, которые тебя слушают, тебя уважают наверняка. Они тебя послушали и решили, что вот этот вот пояс, взрывающийся пояс, что это признак трусости. Теперь объясни своим сторонникам, почему Кадыров по твоим же меркам не трус. Мы ждем, Иудов. Саламу алейкум, я из Дагестана и работаю в полиции Санкт-Петербурга. Как ты думаешь, это предательство своей родины? Путинскую власть ненавижу всей душой. Я не знаю, что у тебя в голове. Как это ты так ненавидишь путинскую власть и работаешь на нее, являешься ее руками, ее карательной рукой, которой они карают всех тех, кем они недовольны. Как это умещается в тебе? Объясни это, пожалуйста. Конечно, это предательство. Конечно, ты не можешь работать, будучи дагестанцем, ты не можешь работать в российской полиции, в российской армии. Ты не можешь этого делать, разумеется. Ты должен уйти оттуда. Топ-донатер. Какой же ты лицемер, Тумсо. Живешь в стране, погрязшей в разврате и грехе, среди геев и лесбиянок, которые могут официально в церкви оформить брак. А дагестанец полицейский у тебя предатель и лицемер. Топ-донатер, ну это какое-то просто голословное обвинение. Я ведь, живя в этой стране, никак за это не выступаю и не являюсь стражем этих порядков, понимаешь? Если бы я был бы тем самым полицейским, который устанавливает эти законы, тогда бы ты мог бы мне подобные предъявить. А так я подобен обычному человеку, живущему в России, который тоже недоволен всем, допустим, происходящим, плохим происходящим в этой стране. Но ничего с этим поделать не может. Это понятно, что таким образом, голословно можно, конечно, все что угодно обвинять, но сравнивать подобные вещи, это неправильно. Полицейский это человек, который воплощает в жизнь все требования власти. Это вот эта вот карательная рука власти. Если эта власть, она плохая, то этот полицейский, он тоже плохой, потому что он и есть власть, он руки этой власти. А если эта власть хорошая, то и полицейский хороший, понимаете? Это так работает. Не может быть хороший полицейский у плохой власти. Так не бывает. Если власть плохая, то этот хороший полицейский, он выполняет плохую работу. Вот эту вот плохую волю этой власти, он ее как раз таки исполняет. По-моему, это как бы очевидные вещи. Продолжение следует...